Приветствую вас. Ну, собственно, как бы коллега вам уже ответила на вопрос, да, на ваш, ответила вам по факту, что вы не разговариваете со своим мужем, да, а только, значит, как-то вот скандалите, не реагируете, уходите, ну, вот, это все не выход, не выход. То есть, если вашему мужу нужны игрушки на время, как он говорит, то, извините меня, но это означает, что ему, как бы, чего-то не хватает. Вот. И то, что вы, с одной стороны, не нацелены на то, чтобы понять, что хочет мужчина, а с другой стороны, вы не берете ответственность на себя за то, чего хотите вы сами, это ваш выбор. То есть, мы не можем при всем желании, да, за вас сделать ваш же собственный выбор, потому что, ну, выбор, как бы, это ваш. Вот. И вам, с одной стороны, нужно определить, что вот для меня неприемлемо, допустим, да, то, что мой мужчина там общается с другими девушками, что он как-то ведет себя, там, ужасно, и так далее. Вот. Ага. Это для меня, как бы, говорите вы, неприемлемо. Но, чем вы обеспечить, то можете, вот, то, что для вас это неприемлемо. То есть, ну, вот, вы, например, позволили ему, вашему мужу, себя вернуть, как вы говорите. Он вам обещал, что этого больше не будет. И что вы просто поверили его обещаниям? Почему? Почему вы поверили просто его обещаниям? Что вас, вот, навело на эту вот мысль, да, просто поверить его обещаниям? Ну, наверное, наверное, все-таки что-то заставило вас это сделать. Наверное, я так думаю. Вот. Вопрос в том, что именно. Знаете, то есть, с одной стороны, вы не несете за себя ответственность, а с другой стороны, вы, как бы, не интересуетесь тем, почему мужчина вот так себя повел, почему мужчина так себя ведет. То есть, если ушли, если ушли, то, в принципе, ну, правильная позиция, правильная позиция, что вы ушли, мужчина вам не дает то, что вы хотите. Мужчина вас там оскорбляет, обижает, да, тем, что общается с другими девушками. Я очень молчу о том, что он вас, он вам изменил, да. Вот. Это правильная позиция у вас. Это правильная. Правильная, но поймите, что вы ее не обеспечиваете, как бы, ничем. Вот. И говорите, что вы не знаете, что вам делать. Вот. Ну, я полагаю, что это, в общем-то, вполне нормально, что вы не знаете, что вам делать, потому что обычно, обычно, вот как правило, да, именно когда человек не несет ответственности за себя, у него возникают подобного рода проблемы. Поэтому я вам, в первую очередь, предлагаю понять, как чехоли хотите вы сами. и что вы готовы для этого сделать, для того, чего вы хотите сами. потому что, ну, вот, пока ваша позиция, она такая двоякая. Как бы. То есть вы, как будто, заняли позицию страуса. То есть у меня есть проблемы, у мужа есть проблематика какая-то, но я, как бы, ничего не делаю для того, чтобы ему было хорошо, и ничего не делаю, чтобы было хорошо мне. Ну, а откуда тогда возьмется улучшение ситуации? Знаете? Вот вы говорите, мы будем пригодны. Несмотря на все трудности вместе. А какие трудности? Когда они появились, эти трудности? Когда они дали о себе знать? Например, эти трудности? Как бы, чем они обусловлены, эти трудности? Решили ли вы свои трудности? То есть, грубо говоря, вот у вас есть трудности, да? Но вы их решаете или нет? Или вы просто закрываете на них глаза? глаза? Если закрываете на них глаза, то почему, зачем, что вами движет? А если вы решаете эти ваши трудности, например, то, опять же, как, хочет ли решать, хочет ли решать он, мужчина, эти трудности или нет? или нет? Если нет, то, опять же, почему, и почему вы тогда хотите лежать их одна? Понимаете? Вот. Ну, вот от одной проблемы пишите вы, я избавиться не могу. Он постоянно общается с девушкой. так, а это, знаете, вы от этой проблемы не избавитесь. От нее нельзя избавиться. От этой проблемы. Понимаете? Потому что сама проблема, как явление, она будет с вами, как бы, вместе. Она, как бы, идет в довесок к мужу. Знаете, сама проблема, сама по себе эта проблема. проблема какая? Не удовлетворенное желание вашего мужа. Либо неуверенность в себе, либо попытка самовозвратиться, либо какой-то еще сценарий. Ну, например, например, нам, допустим, папа, там у него был вот таким же, да, то есть там, изменял, да, и он вот теперь изменяет. Ну, понимаете, это останется с ним. Он не перестанет просто изменять один прекрасный момент, если с этим ничего не сделать. То, что вы хотите избавиться от проблемы, тем более, говорить, что я не могу избавиться от проблемы, это вообще вы говорите про себя. Знаете, вы говорите о себе, но вы не говорите о мужчине в этот момент. и это очень плохо, потому это из-за этого возникает ощущение, что и вы ориентированы в отношениях на себя, и он ориентирован в отношениях на себя же. То есть каждый из вас на себя, и никто не ориентирован на другого. из-за этого могут быть трудности. Далее вы пишите про реальную измеру, могу сказать, был один раз, но было два года назад. Смотрите, то есть всего через год после брака. Из-за чего была измена, как вы ее пережили, понимаете ли вы, что эта травма и для вас, и для него, были ли какие-то у вас обсуждения, разговоры, пытались ли вы к чему-то прийти, понимаете ли вы оба, что измена это следствие ваших действий обоих партнеров, не только мужа. Далее, сейчас флирт, общение, предложение увидеться, но потом тишина. Пишет одно из что скучает. Я уходил, устраивал скандалы, но об этом вот я говорил, да, вот, и то, что прошло около недели после нашего разговора, я опять переписки пишет, я и скучаю. Но, брат, отвечу ни слова, что делать не знаю. Разговаривать с вашим мужем нужно для себя решить, что вы хотите сейчас. Вы либо от мужа уходите и говорите, что вот пока ты, например, не поработаешь с психологом на тему твоих постоянных контактов с девушками, я, например, к тебе не вернусь. Или, или, пока вы с ним не поговорите сами о том, что я не обвиняю тебя, я понимаю, что ты это делаешь, я принимаю тебя, но ты же понимаешь, что мне это вредит, да, ты же понимаешь, что, как бы, меня это обижает. Так что тобой движет, чего тебе не хватает, для чего тебе эти игрушки как бы нужны. Понимаете, в чем дело? Вот это нужно вам понять. Это нужно как бы вам прочувствовать. Еще один важный момент. Почему вы знаете о том, что мужчина там кому-то пишет? Вы за ним следите, вы ему не доверяете, вы его проверяете. Опять же, если нет доверия, то о каких отношениях идет речь? Ну, по крайней мере, адекватных, я имею в виду, таких здоровых прям. Вот и возникает вопрос тогда, для чего вы вместе, для чего вы рядом, для чего вы возвращаетесь, и почему позволяете ему возвращать себя без каких-то подкреплений, своих слов. Что вами движет? Вот какая история. На мой взгляд, у вас имеется первичная проблема, которая проявляется вот в таких отношениях с мужчиной. То есть, либо это проблема страха неуверенности ассоциальной, либо это проблема неуверенности как бы в себе, либо это проблематика зависимости, то есть, реализация своих желаний. ну, может быть, проблема самооцельки, вот, но тогда это идет из ваших представлений о самой себе, то есть, какая вы, чего вы достойны, на что вы имеете право, на что вы можете претендовать, на что нет. То есть, вот так. и, скорее всего, эта первичная проблема является корнем той ситуации, в которой вы сейчас оказались. То есть, муч как бы просто подчеркнул у вас наличие конфликта, внутреннего конфликта, и вы теперь знаете о нем, но как бы по инерции продолжаете пытаться решить этот конфликт в рамках отношений с мужем. То есть, локально, грубо говоря, локально. А в действительности нужно это делать все-таки уже на более глобальном уровне, на уровне именно вас, на вашем уровне, на уровне ваших желаний, ваших ценностей, ваших проблем, на уровне вашего комфорта. Потому что, например, на уровне вашей мотивации, непонятно, чем вы руководствуетесь, непонятно, чем вы движетесь, особенно при том условии, что детей вроде бы как у вас нет, вроде бы как нет у вас детей, и, соответственно, мы сможем только вдвоем, и это накладывает еще больше отпечаток на то, почему вы терпите даже не его поведение, а вот всю ситуацию в целом. Вот об этом постарайтесь подумать. На этом, в принципе, все. Я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. субтитры